Малого и среднего бизнеса Малого и среднего бизнеса Мне поможет подвести член Совета Ассоциации предприятий Малого и среднего бизнеса Республики Татарстан Фрида Галеева Здравствуйте Здравствуйте Благодарю вас, что откликнулись на программу Ну что ж, не знаю пока еще Для меня это интрига Хорошие итоги или плохие Вы эксперт И наверное к вам первый вопрос В разрезе закона Который фактически уже Был подписан Он вступает в силу Существуют поправки Закон этот Был принят президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Его суть этого закона В том, чтобы ужесточить Меры наказания Административным Лицам Чиновникам За преследование Незаконное преследование Возбуждение уголовных дел Против бизнеса Его разрушения Если ранее наказание было 5 лет То сейчас эта цифра увеличилась Уже до 7 А в случае нанесения ущерба Более полутора миллионов Могут получить и 10 лет Вот такой закон Как бизнеса общества Отреагировало, во-первых, на него Своевременный ли он Нужен ли он И что он сулит нам Ситуация С преследованием Предпринимателей Она очень широко Обсуждалась на российских форумах По этому поводу Статистику Приводил предприниматель Известный Потапенко Который озвучил Что 260 тысяч Предпринимателей Сегодня Преследуются В уголовном порядке Еще им была Приведена такая цифра Что из тех дел Которые доходят до суда Только 15% Доходят Или чуть более Однако Предприниматели Которые подвергаются Уголовному преследованию В 85 случаях Теряют свой бизнес Поэтому я думаю Что этот закон Своевременный Он актуальный И он говорит о том Что будет смягчение В плане налогового Вернее не налогового А в плане бизнес климата Но тем не менее Проблема Ведь она не появилась В одной части Только в этом году Правильно? Произошли какие-то Резонансные события Что этот закон Появился Или же Это довольно таки Давно уже шла работа Над разработкой Подобного закона То есть Всех Нормативных актов Правовой базы И всего остального Или же Все таки Как у нас обычно Пока гром не грянет Мужик не перекрестится То есть Грянул ли гром Или же все таки Это планомерная работа была Гром без сомнения Грянул На сегодняшний день Мы отмечаем Довольно Существенную активность Предпринимателей Которые объединяются В различные В торгопромышленные палаты В бизнес ассоциации В бизнес союзы И они давно уже Поднимают эту тематику Без вопросов Но с другой стороны Правительство Конечно Подтолкнуло К такому Опоздавшему За решение Статистика Которая показывает Кардинальное падение Инвестиционной активности К сожалению Отсутствие Роста Предпринимателей И предприятий Снижение Поступления В бюджет Вот это Вся совокупность Факторов И подтолкнуло К данному Решению А если Рассматривать Применимо К республике Татарстан Потому что Мы очень За этот год Было огромное Количество событий И особо экономические Зоны И невероятное Количество Делегаций Зарубежных С других регионов Которые посещались Заключались Какие-то Контракты Договоры По отношению Закон Безусловно Для всей страны По отношению К другим регионам Наше самочувствие Именно малого И среднего бизнеса Как бы вы ее оценили? Ну Прежде всего Следует сказать Что Татарстан По инвестиционной Привлекательности По развитию бизнеса Входит в пятерку Наиболее благополучных Субъектов Федерации России Эти данные Опубликованы И они говорят о том Что у нас Правительство Привлекает много усилий Уделяет много внимания Поддержке Малого и среднего бизнеса Однако Не все так радужно Я вынуждена Сейчас озвучивать Разного рода Статистику Например Бизнес-издание РБК Опубликовало данные О росте Или падении Числа предпринимателей По субъектам Федерации По росту численности Вот я даже Себе это выписала Первое место Занимает Москва За 6 лет С 2010 года Число индивидуальных Предпринимателей В Москве Выросло на 51% Только существенный Перерост Конечно Да Ну и Москва Составляет 7% От всех Далее Очень высокая динамика Санкт-Петербург Плюс 43% Московская область Плюс 31% Ленинградская Плюс 31% И далее К сожалению Татарстан На сегодняшний день Находится в аутсайдерах То есть наоборот Сокращение Минус по данным Значит РБК По данным их Татарстан Это минус 20% Численности Индивидуальных Предпринимателей И это на фоне того Что мы лидируем По государственной Поддержке Бизнеса Ну вот как раз таки Очень часто говорят о том Что средний Малый бизнес Это в первую Да и вообще Любой бизнес Это наиболее доступный Способ кредитования Длинные Короткие деньги И казалось бы На этом фоне Поддержка Государственная Республиканская Довольно таки Велика Или Или недостаточно Или еще нужно Развернуть В какое-то Совершенно другое Русло Мы с вами Вот эту тему Сейчас разобьем На два вопроса И мы начнем С государственной Поддержки Государственная Поддержка В 2016 году Составляла Только по линиям Минэкономики Малый и средний Бизнес 1,1 миллиарда Рублей И эти денежные Средства Были направлены На точечную Поддержку Некоторых Отдельных Предпринимателей Что на взгляд Бизнес-сообществ На взгляд Экспертов Противоречит Федеральному закону О защите конкуренции Потому что Это же не дети-сироты Это не инвалиды Не многодетные мамочки Это предприниматели Получают субсидии Невозвратные денежные средства Льготные кредиты Поручительства От государства Просто так За то, что они принесли Более или менее Соответствующий Бизнес-план Но за эти деньги Платят все остальные У которых Конкурентная среда Ухудшается И мы считаем Именно потому Что Татарстан Получил больше всего Господдержки Именно поэтому Больше всего Здесь предприятие Закрыто Потому что Нарушается Конкурентная среда То есть Невыгодные Такие Неконкурентные Условия Да Точечная Государственная Поддержка Казалось бы Казалось бы С одной стороны Может быть Какие-то предприятия Действительно В момент Кризисных Этапов Поддержались Но в то же время Мы потеряли Еще Мы потеряли Тех Кто не выдержал Эту конкуренцию А второй вопрос Вы очень верно Заметили Что действительно Все предприниматели Все предприятия Малые, средние, крупные Нуждаются Конечно В кредитных ресурсах Финансы Это кровь предприятия Которая питает И производство И сфера услуг А большинство У нас в сфере услуг Заняты И все другие Так вот Здесь конечно Мы еще коснемся И банковского кризиса Обязательно И здесь вот Очень много вопросов У бизнес-сообществ Касательно Кредитных ставок Вот вы посмотрите Европа Америка У них Стоимость Денег Для банков Ноль Кредиты Выдаются Ноль Да Кредиты Выдаются Под 2,5% Можно получить кредит У нас Банк России Кредитует Коммерческие банки Под уже 11% Стартовая Базовая ставка А сами коммерческие банки Кредитуют Малый и средний бизнес От 14 до 28% Это слишком дорого Это конечно Невозможно Ну да При таких ставках Очень сложно Как-то развиваться Сложно выстроить Перспективу Может быть Оно и не страшно Взять Кредит Но сложно Выстроить перспективу Как его отдать Впоследствии Есть телефонный звонок Алло Добрый день Мы вас слушаем Здравствуйте Вас беспокоит Валерий Александрович Ну во первых С наступающим вас Всех новым годом Всех благ вам здоровья И удачи В ваших хороших начинаниях В новом 2017 году Спасибо Ну вот у меня вопрос такой Зашел я на окольную 7А Магазин А так Там значит Есть отдел Корм для домашних животных Покупаю корм для рыбок И значит Я обычно проверяю Сколько там корм 30 грамм 30 грамм 70 рублей Я говорю Взвесь с него пожалуйста Она говорит Я не буду взвешивать Я говорю Почему Я хозяйка Я 2 грамма Могу не довешивать Я говорю Здрасте Я ваша тетя Тогда мне пожалуйста На эти 2 грамма Сделайте меньше стоимость Понимаете Нет не буду делать Ну вот Конкуренция Пожалуйста Я первый уже оттуда ушел Я пошел покупать В другом месте Зачем такой бизнес Это бизнес что На мне он построен Или как То есть бизнес должен быть И конкурентоспособный И все таки должен быть С уважением Относиться как-то к людям А я тем более пенсионер Так что я не жалуюсь Но тем не менее Эти 2 грамма Смотрите 15 раз Она уже пакетик Сэкономила А в пакетике 30 грамм Понимаете 15 раз на кого-то там этот И сэкономила Вот это же неправильно Большое спасибо В принципе вопрос понятен Больше степен Конечно еще адресовывается И органам Специальным надзорным Мы могли бы конечно Порекомендовать Нашему уважаемому Зрителю Обратиться в комитет Защиты прав потребителей Но я думаю Что у него Из-за этих 2 граммов Не получится с ними Завязать отношения Потому что есть Правила торговли Которые предполагают Усушку, утруску В этих пределах То есть тут есть Свои подводные камни И маленькие-маленькие Хитрости Я хочу обратить Ваше внимание Группа ВКонтакте Медиа Канал Эфир 24 Это как раз таки В продолжении нашего разговора Мы организовали Небольшое такое Социологическое Внутреннее Исследование Может быть даже Расследование Каким на ваш взгляд Оказался 16-й год Для бизнес-сообщества Вот такой вопрос Идрисовали Самый популярный ответ Это 57% Не всегда решения Принятые властью Помогали малому И среднему бизнесу Это самый популярный ответ Второй по популярности То что предприниматели Приходили в себя После экономического кризиса 2015 года Еще пока То есть до конца Сложно быть Я вижу Да Ну и есть еще Для некоторых компаний Год оказался Довольно-таки удачным 10% Тоже неплохая Может быть сумма Есть какие-то варианты Вот в свете Такого исследования Соответствует Это сегодняшнему Даже представлению И настроению То есть действительно ли Власть недостаточно Уделяет внимания Или же все-таки Больше идет перекос В том что Такие глобальные Экономические процессы Повлияли на многое И винить государство Очень сложно В этих условиях Ну я вот конечно Солидарна с таким вопросом Мне кажется Он отражает Реальное положение вещей На рынке Вы абсолютно правы У нас столкнулись Получается Два Независимых процесса Первый Это глобальный Экономический кризис Который кстати Касается по-моему Не только России Да И мы в одиночку Не в состоянии влиять Да И на фоне Вот этих Мировых тенденций Шаги Которые предпринимает Власть Должны быть выверены С точки зрения Реальной экономической ситуации На рынке В противном случае Это называется Волонтаризм Когда решение Принимается Без учета Реальных событий Вот смотрите В декабре 2014 года Путин Вел мораторий На повышение Налоговой нагрузки И дал поручение Правительству Чтобы вот это Решение Было выполнено К сожалению Это не было исполнено Мы Столкнулись С повышением Кадастровой стоимости Объектов Которые повлекли За собой увеличение Налогов на имущество На недвижимость На основные Оборотные средства Также мы столкнулись С существенным увеличением ЕНВД Единый налог На вмененный доход Который затронул Огромное количество Тех предприятий Которые Его платят Я уже не говорю О том Что в условиях Кризиса Сегодня Налоговые И банковские Структуры Вводят новые И новые требования Я все понимаю Скорее всего Задача правительства Повысить прозрачность Деятельности Предпринимательского Сообщества Может быть Как-то укрупнить Банки Может быть Как-то Ужесточить Вот эту Налоговую политику Но в результате Что мы видим Введение Рейтинга Надежности Предприятий Ведет к тому Что те Которые Допустим Не могут платить Большие налоги Или большие зарплаты Они окажутся В рейтинге Ненадежных Но они же Создают рабочие места Мы не можем Это списывать Со счета Или например Встречные сверки По налогу На НДС Налог на добавленную стоимость Спорный кстати Налог По мнению Многих Аналитиков И экспертов Те предприятия Которые являются Добросовестными Плательщиками НДС В том случае Если они Не проверили Контрагентов Или те Контрагенты Не уплатили НДС Они попадают Под санкции На мой взгляд В условиях Кризиса Вот эти Жесткие Меры Они ведут К тому Что ситуация Становится Морозной Тогда правильно Ли я понимаю Скажем так Не будучи Экспертом В данной теме Что государство Как вы сказали Стремится К прозрачной Системе В то же время Декларирует Да Огромное количество Бизнеса Который у нас Находился В серой зоне Или находится И он находится Ведь нужно понять Причину Не всегда Причина является Только жажда Наживы Как мне кажется Вопрос в том Что когда уходят В серую зону Пытаются минимизировать Собственные риски Я правильно понимаю А государство Стремится К прозрачности Но при этом Не дает инструментария Как минимизировать риски То есть может быть Люди и готовы Выйти в чистую зону Бизнеса Но риски Собственно говоря Никто никуда не одевал Потому что банк Сказал Извините Вот у меня 28% Пожалуйста Хотите пожалуйста Не хотите До свидания Конечно Согласно закону Предпринимательская деятельность Осуществляется Предпринимателем За свой Собственный Страх И риск И конечно Вот вы сейчас Затронули серую зону Но речь идет Конечно О зарплатах Те налоги Которые вынуждены Сегодня Коммерсанты Платить зарплаты Они совершенно Невозможны 54% Если мы Учтем Что они С них еще НДС платится Если Если учесть Все скрытые налоги Которые там Состоят 54% То есть Предприниматель Он должен В этих условиях Когда во-первых Падает спрос С чем это связано Падение спроса С падением Покупательской способности Населения В тех условиях Когда у них Изношенные Основные средства Он не может Закупить технику Обновить Не может Закупить Мы так поняли Даже семена В этих условиях Кое-как Уже карабкаются Несчастные И их еще Сейчас прибивают Тем что Нужно выходить В светло-серую Допустим Или в белую зону Как это осуществить Технически Подходящее Или сейчас Время Может быть Действительно Какие-то Дать налоговые Каникулы Может быть Какое-то Потому что Если сегодня Вот посмотрите Татфонбанк Сколько там Работников Тысячи Они опять Все выплеснутся На Рынок Безработных Вот мы как раз Таки затронули Очень серьезную Тему Татфонбанка Я хочу Буквально Процитировать То постановление Которое вышло Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов Дал ряд Поручений Правительству Республики По разработке Комплекса Мер По поддержке Предпринимателей Клиентов Татфонбанка В частности В рамках Их участия В реализациях В республиканской Программе Поддержки Малого и среднего Бизнеса То есть Сейчас тоже На две половины А с одной стороны Клиентура Татфонбанка И абсолютно справедливо Работники Татфонбанка То есть Тут С одной стороны Средний и малый бизнес Действительно Может быть надо Спасать А работников Ну Мы опять разделим Вопрос на две части С вами сейчас Что касается Татфонбанка Вот вчера Например В ассоциации Предприятий Нашей Прошло заседание Совета ассоциации Которая принял решение О создании Рабочей группы По защите Прав юридических лиц В связи с закрытием Татфонбанка И других банков Целью будет являться Именно Юридическая поддержка Тех юрлиц Которые пострадали Потому что Как вы знаете Банки Вклады физических лиц Страхуются государством В пределах 1,4 миллиона К ним приравнены ИП А вот юрлица Которые Кстати взяли Дорогие кредиты В частности Платили Вот эти 20% Вопрос Где кстати Эти деньги Почему они Не попали В страховые фонды Юрлицы Оказались Сегодня Незащищенные Абсолютно То есть Даже если Банк ликвидируется И их долги Никуда ведь не денутся Я правильно понимаю То есть Либо кто-то выкупит Либо они Нет Средства на счетах Пропали А пропали Пропадут Это однозначно И там есть К сожалению Еще отягчающие Обстоятельства Следующего вида Налоги Они обязаны платить В том случае Если налог Не будет уплачен А деньги Как уплатить налог Если деньги На счету Закрыты уже В этом случае Налоговая Инспекция Выставит штрафы И пени То есть Какой-то замкнутый круг Для юридических Лиц Если честно Да Более того Администрация Обязана выплачивать Зарплату А денег Опять нет За невыплату Зарплату Уголовная ответственность Более того По закону За просрочку Идет Копыт Тоже Штрафная санкция В размере Ставки рефинансирования Но тем не менее Какой-то Я надеюсь Что какой-то Индивидуальный подход Будет найден Я предлагаю Принять еще один Телефонный звонок И не забыть Тему Работников Татфонбанка Алло Добрый день Мы вас слушаем Здравствуйте Да-да-да Говорите У меня такой вопрос Управляющая компания Относится к какому Бизнесу Малу И среднему Хороший вопрос Да Это зависит от того Какие обороты И какая численность Компании Обычно это Средний бизнес Средний бизнес Ну что ж Вернемся К нашей теме Даже вопрос Наверное Не работников Банка А клиентов Да Клиентов Вот смотрите На самом деле Существует ведь Много регуляторов Которые следят За деятельностью Банков Самый главный Из них Это Банк России Возглавляемый Госпожиной Биолиной И они Обязаны Производить Инспекцию Деятельности Банков Такой постоянный Мониторинг Постоянный Мониторинг Да В частности Они Контролируют Сомнительные Сделки Регистрируют Количество Средств В фондах Проверяют Значит Вот эти Страховые Резервные Фонды И так далее В республике Татарстан Банк У нас Возглавляет Вот это Отделение Национального Банка Шиги Ахметов Господин Шиги Ахметов И теперь У бизнес-сообществ Конечно Много вопросов Прежде Вот всего К ним Почему Все риски Сегодня Несет на себе Бизнес-сообщество Юридические лица Исключительно Причем Да Когда Вот эти 11% Изымал Банк России У него Эти средства Конечно Есть Сегодня Он их вкладывает В какие-то Валютные Деривативы Почему Этот банк Несет ответственность За ту работу Которую Они обязаны Были Выполнять По финмониторингу Данного Татфонбанка И других Мы так скажем А банк России Как-то отреагировал На ситуацию С Татфонбанком Никак по-моему Не отреагировал Совершенно Мы считаем Что в данном случае Должна быть ответственность Этого учреждения Которое Обязано было Проводить Эту инспекцию Ну просто Это же не единичный Случай Татфонбанка То есть Это банки Вообще По всей стране И даже у нас В республике Это не единичные Там по-моему Еще какие-то банки Испытывают Сложности и трудности Тем не менее Вот этот Уходящий год И те законы Которые Принимаются Есть ли Какой-то свет В оконце Где-то там далеко Что в 17-м году Ситуация Ну пусть не кардинально Но хотя бы Улучшится Чтобы не было Повторов Потому что мы По-прежнему Наступаем на те же грабли Ну вот пока Наблюдая положение В банковской сфере Наблюдая Вот это все Что происходит И с кредитованием И с налоговыми Нагрузками И вот как мы уже говорили С тем объемом Выплат Которые приходится делать Сверхзарплатных Отчислений Наблюдая вот это Пока Оптимизма Острова Мы никакого Не испытываем Конечно Тот закон С которого вы начали Об ответственности Административных лиц За преследование Бизнеса Это конечно позитивный сигнал Это позитивный сигнал Да А вот во всем остальном Мы пока смягчения Климата не видим Да К большому сожалению Программа Завершается Я благодарю вас Большое спасибо Что вы откликнулись Приняли участие в программе Подвели мы своеобразный итог Но тем не менее Есть и хорошее И плохое Большое спасибо Всего доброго До свидания Уважаемые телезрители В уходящем году Хотелось бы Вместе с вами Проанализировать Все итоги По всем направлениям Поэтому призываем вас Активно участвовать И смотреть Наши программы Это была программа Главные новости В студии был Александр Фельдман До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова